Спасибо за просмотр! Спасибо большое! Я тогда действительно начну с темы. Доклад у меня, тема доклада звучит как «Где тонко там рвется? Наука о началах познания и вопроса происхождения языка». Я тогда сразу и приступлю к рассказу. Я думаю, что многие знают, что вопрос о происхождении языка – это один из главных философских вопросов литературы просвещения, то есть литературы XVIII века. Изначально этот вопрос возник в опыте происхождения человеческих познаний, Кандильяка, и быстро стал одним из самых обсуждаемых философских вопросов на английском, немецком и французском языках. При этом это не был просто отвлеченный теоретический вопрос, и он не был вызван также интересом к языку как таковому, интересом сорождающейся, может быть, лингвистической науки. С некоторой точки зрения это очень естественный и закономерный вопрос, и он представлял собой одновременно и вызов, и проблему для довольно популярного в XVIII веке способа заниматься философией. Перспективу для анализа, который я здесь представлю, задает специфическая просвещенческая логика. Логика отличается от того, что мы сегодня называем логикой, или формальной логикой, и по стилю, и по группе обсуждаемых вопросов. Я просто могу перечислить основные тексты, которые мы приписываем этой традиции. Это опыт Илока, Кандильяка и Теттенса, исследование Юма, прокляда принципов человеческого познания Беркли, основные органолы Ламберта, разыскания истины Мольбранша и, конечно, критика чистого разума Канка. Все эти тексты объединяет в один, может быть, в нестрого определенный жанр идея, что изучение происхождения наших познаний – одна из главных задач философии, которая должна быть предпослана всем остальным конструктивным проектом. Это исследование ведется в квазипсихологических терминах, то есть исследование о происхождении познаний – это исследование способностей ума и происхождения его идей. И в тексте я буду называть это исследование наукой рассудки. История, которую я сегодня собираюсь рассказать, начинается с замечания Логика, что, хотя рассудок и не способен создавать ни одной новой идеи, он нуждается в словах для обладания некоторым. Это само по себе довольно безобидное замечание было подхвачено Кандильяком и превращено в теорию, согласно которой душа нуждается в знаках для операции с идеями. Без символических инструментов ее горизонт идей будет очень мал и ничем не будет отличаться от горизонт животных, которые, согласно Кандильяку, вообще лишены даже памяти. Эта теория постепенно утыкалась в вопрос, как люди приобретают способность применять знаки к идеям, то есть как впервые были применены знаки к идеям. А это и есть вопрос о происхождении языка. И закончу я свою историю на Руссо и его трактате о происхождении неравенства, и о том, как сам Руссо взаимодействует с этим сюжетом. Выше я сказал, что замечание Логика было безобидным. С одной стороны, то есть с точки зрения широкого контекста мысли XVII века, это и правда так, в тезисе о взаимозависимости, а может и неотделимости речи от мышления, не было совершенно ничего необычного и революционного. С другой же стороны, по отношению к картезианскому контексту, этот тезис, если не был революционным, то, по крайней мере, содержал в себе значительную инновацию. В центре гражданской философии языка, если можно использовать это несколько анофоринистическое выражение, сделал тезис, что главная сдача языка служит для передачи наших мыслей при общении. Как вы понимаете, это не очень инновационный тезис. Слова в такой модели это, как пишут Арно и Николь в логике по рояле, отчетливые и связанные звуки, из которых люди делают знаки для обозначения того, что происходит в их уме. То, что происходит в нашем уме, это идеи, и, значит, слова это знаки идеи в нашем уме. Важным пунктом картезианской программы был тезис, что слова не необходимы для мышления. Так, Режи, Пьер Сильван Режи пишет, что, цитата, если бы наши идеи всегда рассматривались только нами, было бы достаточно рассматривать их сами по себе, не присоединяя к ним слова. Но так как мы часто нуждаемся в том, чтобы сделать наши мысли понятными, другим, мы должны соединять их, то есть наши идеи, с некоторыми словами. Ну, идеи или мысли. Способность говорить или речь – это лишь и только лишь способность выражать наши мысли какими-либо знаками. Так заметит другой, даже более ортодоксальный картезианец Луи де ля Форш. Не трудно объяснить, почему они так пишут. Дело в том, что мыслить не значит обладать идеями, которые являются формами мысли. Фундаментальный тезис картезианской философии заключается в том, что мышление – это сущность мыслящей вещи. На этом тезисе покоится, например, печально известное и многократно высмеянное утверждение, что душа все время мыслит. Ведь не может же вещь на время потерять одно из своих существенных свойств. Соответственно, мышление, будучи сущностью души, не зависит от способности или неспособности выражать мысли словами. И на этом фоне тезис Луока выглядит уже не столь безобидно. Давайте на него посмотрим внимательно. Лог, как и картезианцы, полагают, что сама способность иметь идеи не зависит от владения языком. Более того, в отличие от них, он даже приписывает ее животным, не способным, в принципе, обладать языком. И способность иметь идеи – это просто часть нашей природы как существ, обладающих чувствами. По большому счету, это все, что нужно, чтобы прописать способность владея идеями для Лога. И Лог, так же, как и картезианцы, принимает тезис, что слова – это знаки идей, и это их первичная и единственная роль. Он пишет в опыте, в своем первичном или непосредственном значении слова обозначают только идеи, имеющиеся в уме того, кто ими пользуется. Для большинства авторов XVIII века, за редким исключением, например, за исключением Турго, этот тезис был очевидно и истинный и никак не оспаривался. Согласно этому тезису, у слов не может быть никакого другого употребления. Еще одна цитата из опыта, ибо слова, если они не являются знаками наших идей, это все лишь пустые звуки. А люди, использующие слова и при этом не имеющие отчетливых идей, которые этим словам соответствуют, производят, говорит Лог, лишь шум, бессмысла и значение. Для Лога, как и для картезианцев, язык является произвольным изобретением человека. И между словом и идеей, которую оно обозначает, нет никакой естественной связи. То есть идея не является эффектом слова или причиной слова. В этой модели язык это своеобразный код, с помощью которого мы можем раскрывать содержимое своих умов другим людям. Однако, несмотря на то, что Лог в принципе разделяет общую картезианскую модель, он вносит в нее значительную инновацию. Он выделяет целый класс идей, которые являются продуктами ума, его комбинаторной способности. Они не отсылают к какому-либо реальному существованию, а изобретены умом для своих собственных целей. К таким идеям относятся, например, все общие классификаторные идеи. Man makes sort of things, говорит Лог. Для таких идей, согласно Логу, знаки необходимы, потому что они позволяют нам удерживать комбинации идей. Но с точки зрения Кандильяка, композиция Логовского опыта содержит в себе одну странность. Язык, как мы видим, играет ключевую роль в создании сложных общих идей. При этом главы, посвященные этим идеям, находятся во второй книге опыта, озаглавленной об идеях, во время как рассуждение о языке, предмет третьей книги, или книги о словах. Не было бы разумнее включить третью книгу внутрь второй, так рассуждает Кандильяк. Более того, третья книга, а именно ее десятая глава, в узлу определения словами, объясняет происхождение тех проблем, которые сам Лог пытается разрешить во второй. Вот что сам Лог пишет по поводу этой странности, которую он тоже отчасти заметил. Я должен признаться, что когда я только начинал это рассуждение рассудки, да и долгое время после, я вовсе не думал, что в нем будет необходимо какое бы то ни было исследование слова. Но когда, исследовав происхождение состава наших идей, я стал рассматривать объем и достоверность нашего знания, я нашел, что это так тесно связано со словами, что если сначала не рассмотреть, как следует их важность и способ их обозначения, то о познании может быть сказано мало ясного и уместного. Далее после этого Лог заявляет, что язык это своеобразный именинум, среда, которая посредует отношения между нашими мыслями и истиной. Но Лог не был заинтересован в лингвистической теории. Больше всего его беспокоило, что слова обладают некоторой непреодолимой силой по подчинению себе идей и по замещению как мыслей, так и коммуникации. Больше всего Лог обеспокоен именно злоупотреблением слов. И Кандельяк, однако, разделяет этот общий логовский пафос, не останавливается в негативной роли языка и пытается раскрыть конструктивную. Ведь язык это не только вуаль между мыслями истиной, но и инструмент по формированию идей. И литература 17-18 веков, в принципе, была полна надеждами на возможность составления некоторого выборного или нового искусственного языка, которым будет точно известно, какую идею обозначает какое слово. И прогресс ума в познании, как показывает пример математики, особенно активного развития алгебры, который во многом состоит, по перковскому выражению, в «Skillful Management of Science». И отметив композиционные проблемы логовского эссе, Кандельяк даже отсылает нас к тому месту, где Лог сообщает, что, цитата, «обыкновенные слова языка в их обычном употреблении прояснили бы нам природу наших идей, если бы только подвергнулись внимательному исследованию». Это логовское замечание во многом становится программным для всего проекта Кандельяк. И по самоистительству одной из главных его претензий логов. Так он пишет, это будет цитата небольшая. Он видел, например, что слова и способ, каким мы их употребляем, могут пролить свет на первоисточник наших идей. Но поскольку заметил это слишком поздно, он лишь в своей третьей книге исследовал вопрос, который должен был бы быть предметом второй. Второй. Уместно предположить, что если бы можно было поручить ему переделку его сочинения, он гораздо лучше раскрыл бы механизм деятельности человеческого рассудка. И если бы Лог это сделал, он бы, конечно, не утверждал, что лучший путь для достижения знания — рассматривать идеи сами по себе, потому что просто бы понимал, что это невозможно с точки зрения Кандельяка. И учение о знаках, в принципе, занимает центральное место в его теории идей. И аргумент в пользу необходимости знаков можно сформулировать приблизительно следующим образом. Душа пассивного восприятия, в нем она полностью зависит от воздействия внешних предметов. Результатом этого воздействия являются ощущения. Эти непосредственные восприятия, однако, недолговечны и мало нам под контролем. Мы, конечно, можем задержать на них свое внимание, тем самым удержав для созерцания, но при этом мы Гидуаля способны по своей воле опять вызвать у себя имеющееся восприятие, просто потому что его источник — это воздействие вещи. Но, конечно, восприятие от нас не уходит навсегда, и у души есть способность к ним обращаться. Этой способностью Кандельяк называет память. Чтобы объяснить функционирование памяти, он обращается как раз к теории знаков. Память основывается на ассоциации идеи и знака или обстоятельств сопутствующих появлений идеи. Идеи могут, соответственно, связываться с помощью ассоциации, и такая связь позволяет одной идее указывать на другую, то есть быть ее знаком. И чтобы сделать следующий шаг, Кандельяк проводит деление между тремя различными видами знаков. Он выделяет случайные знаки или предметы, которые какие-то обстоятельства связали с теми или иными нашими идеями. Таким образом, что эти предметы способны пробудить данные идеи. Естественные знаки или возгласы, он говорит кри, буквально возгласы, которые природа установила для чувства радости, страха, боли и так далее. И то, что называется институционные знаки, или те, которые мы сами выбрали, и которые имеют лишь произвольную связь с нашими идеями. Знаки, которые им передают память, по Кандельяку принадлежат именно третьей группе. То есть это институционные произвольные знаки. И чтобы показать это, он предлагает представить людей, не имеющих в своем распоряжении произвольных знаков. Деятельность воображения такого человека еще не находится в его власти. Он просто реагирует на внешние раздражители. В логике Кандельяк называет этот реактивный язык, то есть те звуки, которые он произносит, например, когда ему больно, страшно, или еще что-то, как язык действия. Этот язык является врожденным в том смысле, что является естественным устройством наших органов. Он в некотором смысле предшествует всем нашим идеям. И мы говорим на нем, да, говорим в кавычках, в том смысле, что просто вынуждены произносим некоторые звуки, когда нам больно, холодно, страшно и так далее. Мы говорим на нем просто в силу того, что мы обладаем чувствами, а не потому что у нас имеется план по передаче наших мыслей. И только приобретая способность пользоваться искусственными произвольными знаками, человек обретает Кандельяку память. И в строгом смысле слова мы шли. Вот он пишет, например, что человек, который имеет только случайные естественные знаки, не обладает знаками, находящимися в его власти. Стало быть, у него не должно быть и память. Здесь вы видите, что память должна быть для Кандельяка активной способностью. Обретя память, мы становимся способны к рассуждению, а также к абстрагированию идей и их, в смысле, идей и сочетаниям. А последний уже открывает нам возможность для применения нашего ограниченного рассудка множеству идей посредством объединений в комплексы, которые далее как бы нанизываются на знак, то есть слово. Вот он пишет, когда мы соединили идеи, которые мы нигде не видели, соединенными, как это обычно бывает в понятиях и типах, это локовская технология, что же тогда закрепило бы их собрание, если бы их не связывали со словами, являющимися как бы оковыми, которые не позволяют им скользнуть. И дальше Кандельяк напишет, что мы мыслим только с помощью слов, и поэтому в его программе искусство мыслить и рассуждать, то есть логика, это в том числе или в первую очередь искусство говорить. Такой взгляд на язык гарантирует грамматике совершенно особое место в структуре наук. И изучать грамматику, значит, не просто изучать порядок слов в предложении, но изучать методы, которыми люди пользовались для анализа мыслей. Можно сделать еще один небольшой шаг, шаг, который сделали многие современники Кандельяка, как, например, Деброс, который заявлял, что этимология теснее, чем мы полагали, связана с логикой. И этот шаг позволит нам сказать, что изучение начала языка и начала образования слов и начала мышления становится, в принципе, одним проектом. Мы поймем, как мы мыслим, если сможем объяснить, как мы связываем наши идеи со словами. И президент Берлицкой Академии Наук, Мопертюи, например, выражал эту идею словами, что в устройстве языков мы можем найти следы первых шагов, которые совершил человеческий ум. Но если это правда, то перед философией встает проблема, не имевшая значимости ни для лога, ни для крафтезианцев. Если язык столь необходим для мышления и при этом является произвольным, как можно было бы изобрести его, еще не обладая мышлением? То есть язык дает начало мышлению, но и мышление уже в каком-то смысле должно быть, чтобы мы смогли связывать наши идеи с какими-то знаками. И это и есть проблема, которая стоит в центре вопроса происхождения языка. Я позволю Кандилеку самому сформулировать эту проблему. Стата «Нельзя, по-видимому, пользоваться институционными знаками, если не быть уже достаточно способным к размышлению, чтобы подбирать знаки и связывать с ними идеи. Как же возможно, возразят мне, разведеятельность размышления не осуществляется через пользование этими знаками?» Руссо удалось лаконичнее сформулировать проблему. Он пишет, что если люди нуждались в речи, чтобы научиться мыслить, то они еще более нуждались в умении мыслить, чтобы изобрести искусство речи. Итак, у нас есть проблема. Мышление предполагает язык, а язык предполагает мышление. И особой трудности эта революция передавала то, что очень сложно представить себе неязыковое состояние. Так, Лосиус, один из немецких современников Канта, напишет, что сложно объяснить с помощью языка то, что должно возникнуть без языка. При этом, я напомню большую позицию данной дискуссии, это тезис о произвольном искусственном характере языка. Объяснения в духе естественного языка вообще никак не котировались участниками дискуссии. Некоторые из них пасовали перед трудностью и, в принципе, познавали невозможность выйти из этого круга и, соответственно, невозможность для людей образовать язык без естественного мышления, без вмешательства. Так, архетипический пример такого рассуждения можно увидеть в эссе с Зюсмельха. Язык, он говорит, это средство по достижению разума, без языка или каких-нибудь других таких же знаков. Нет никакого разума. Язык или использование звуковых знаков – это работа рассудка. Поэтому тот, кто образовал язык, должен был уже обладать разумом. Ну или рассудком – это здесь синоним. Ясно, что этим кем-то не мог быть человек, и для него язык – это только средство по приобретению разума. Остается только творец. Схожую точку зрения занимает и автор статьи «Язык» в энциклопедии. Николя Бузею зовут. Ну, конечно, были люди, не пасовавшие перед этой трудностью, полагающие, что им удастся показать, как люди могли бы образовать язык. И акцент на модальности здесь не случайно. Дело в том, что в вопросе о том, как в действительности люди получили язык, у нас уже, в принципе, имеется достоверное свидетельство. Это писание. Там просто рассказано. Но авторитет писания не играет значительной роли в данной дискуссии. И даже защитники теории сверхъестественного происхождения языка не обращаются к нему как к аргументу. Вопрос о происхождении языка – это вопрос философии, а не теологии. А в философии, что, в принципе, активно признавалось философией просвещения, мы должны полагаться на свидетельство и достоверность исключительно нашего разума и опыта. Вот Вольтер, например, формулирует эту максимум довольно внятно. «Никогда не следует пропитать писание к нашим философским спорам. Эти вещи слишком разнородны и не имеют между собой никакой связи», говорит Вольтер. И также сам Кадильяк, объясняя, что он делает в эссе, говорит, что «считаю недостаточно для философа сказать, что нечто возникло с их естественным путем». Его долг объяснить, как это могло произойти в естественном моменте. Итак, вопрос о происхождении языка, получается, это не вопрос исторический, а гипотетический. В нем у нас нет никаких свидетельств, мы можем продвигаться только посредством предположений. Аббад Капино в своем эссе выражал это различие как различие между вопросом факта и исключительно гипотетическим вопросом. Так вот, вопрос о происхождении языка для нашей дискуссии – это вопрос гипотетический. Но при этом важно понимать, что гипотетический статус не означает полную произвольность конструкции. Мы опираемся на какое-то представление о человеческой природе, а представление о природе человеческого рассудка. Попытка представить безязыковое состояние человечества и показать, как из него люди могли дойти до настоящего положения дел, в структуре аргумента устроено так же, как и в попытке показать, как из естественного состояния люди могли создать государство. Популярный способ рассуждать для философии того времени, с которым вы, естественно, знакомы. Итак, давайте подойдем к ответу Кандельяка. Кандельяк нуждается в объяснении того, как первые люди могли бы сформировать язык. Для этого нужно поместить их в естественное состояние. Состояние, я воспользуюсь кантовской формулировкой, грубой природы. И Кандельяк его описывает таким образом, что, предположим, через некоторое время после потопа двое детей человеческих, двух не научных никакому языку, заблудились в пустыне, были мальчик и девочка. Пока они жили в порознь, единственным действием их души было восприятие и сознание, которое никогда не прекращается, когда мы бодрствуем и замечаем. У них воображения не было в их власти, и они просто реагировали на среду. И в этом состоянии люди мало чем отличались от неразумных животных, но время шло, и наделенные природой естественными возгласами, то есть возгласами удовольствия, удовольствия, боли и так далее, и наблюдая их друг у друга, наши люди все больше и больше привыкают к восприятию этих естественных знаков. Инстинкт подталкивает наших людей к тому, чтобы просить друг у друга помощи и оказывать его друг другу. И в какой-то момент получается так, Кодилляк пишет, что одинаковые обстоятельства не могли, однако часто повторяться, не создавая, наконец, привычку связывать с возгласами, сопутствующими тем или иным страстям, и с различными телодвижениями восприятия, но явным образом выражающие эти страсти. Чем больше люди привыкали к этим знакам, тем больше они были в состоянии вспоминать их по своей воле. Начиная понемногу упражняться, начиная понемногу упражняться их память, они стали способны по своему желанию располагать своим воображением. И на основе размышления незаметно перешли к выполнению того, что они делали только инстинктивно. То есть мы имеем дело с ситуацией, в которой то, чем раньше управлял только лишь природный инстинкт, заставляющий нас кричать, если нам больно, шаг за шагом начало браться под контроль. Сначала у них появилась привычка распознавать эти знаки, затем уже произвольно использовать для того, чтобы сообщить свои чувства, желания, в первую очередь видеть свои желания. Венделяк таким образом показывает нам историю, в которой инстинкт постепенно берется под контроль и замещается в произвольной символической активности. Так, он полагает, ему удалось найти выходы с поставленной проблемой. Язык не предшествовал мышлению, мышление не предшествовал языку, они, в принципе, взялись вместе. Это один и тот же поступательный процесс. Процесс, который выстраивается на принципе замещение естественного языка нашим человеческим искусством. С современной точки зрения это может быть странное объяснение, но с точки зрения науки 18 века, оно было вполне валидно и не вызывало каких-то больших проблем. В связи с тем, что человек изначально находился в сообществе и что его развитие предполагает общение людей, в принципе, было очень общим местом литературы того времени. Так, например, Адам Смит в своем эссе о происхождении языка уверяет нас, что если мы оставим двух дикарей, которых никогда не учили говорить и вообще вырастили вдали от общества где-нибудь вместе, то они с необходимостью образуют язык. Потому что им нужно делать свои нужды понятными друг для друга. Важно понимать, что это не просто какая-то историческая или антропологическая гипотеза, за ней стоит определенный теологический взгляд. Кадельяк и многие его последователи или коллеги стартуют с условий, в которых человек уже находится в обществе, в которое его поместил Бог. Кажущаяся независимость философских текстов, о которых я говорю, от писания, не является независимостью этих же текстов от некоторого теологического фрейма, в котором люди созданы творцом, и задача философа понять для каких именно целей. Я приведу знаменитую цитату из Джона Лока, который обычно по этому поводу использует. «The candle that is set up in us shines bright enough for all our purposes». То есть, я не стал ее переводить, потому что по-английски она звучит лучше, чем обычно по-русски. И далее, в анализе познания, государства, человеческой природы и так далее, философы эксплицитно или имплицитно опираются на этот Локовский принцип. В случае нашей дискуссии, он действительно показывает себя в полную силу. Творец снабил людей всем, что нужно для изобретения языка. задача философа просто показать, как человек это сделал. Языковые способности, в конце концов, это часть нашей природы, это то, что делает человек и человеком. Это, если угодно, один из первых шагов к реализации его назначения. И совершенно естественно, что поскольку ясно, что человек нуждается в другом человеке для изобретения языка, поскольку он уже нуждается в неком бороде сообщества, поскольку ясно, что человеку естественно для него находиться. Человек в этой модели был создан для жизни в сообществе. Это, в принципе, стартовая точка зрения всех, почти без исключения, размышлений о происхождении языка. Причем очень важно понимать, что это положение не имеет никакого отношения к реальным эмпирическим исследованиям. То есть, оно скорее является результатом спекулятивных размышлений о человеческой природе и о человеческом предназначении. Естественно, состояние в этом смысле это предмет теологического размышления, а не антропологического исследования. Тезис, конечно, может и не выглядеть проблематичным, действительно, а какие могут быть у него альтернативы, но именно здесь выходит на арену Руссо. И Руссо полагает, что все, без исключения, его предшественники совершенно неправильно трактуют естественное состояние. они конструируют, его так, как будто бы это состояние нашего современного человека, который просто попал в лес или на необитаемый остров. Ну, такое состояние Робинзона Круза. Вон он пишет, что люди, философы, беспрестанно говоря о потребностях, жадности, вгнетении, желаниях и гордости, перескли в естественное состояние, представление, которое они взяли в обществе. Они говорили о диком человеке и изображали человека в гражданском состоянии. То есть главная претензия Руссо к этим проектам заключается в том, что они естественное состояние традиционных теорий недостаточно естественное. И поэтому он пытается сконструировать свое естественное состояние и отмотать все достижения культуры. Вот он пишет в происхождении нерадостного. Дикий человек, лишенный каких бы то ни было познаний, испытывает лишь страсти этого последнего рода. Его желания не идут далее физических потребностей. Единственные блага в мире, которые ему известны, это пища, самка и отдых. Единственные беды, которых он страшится, это боль и голод. Я говорю боль, а не смерть, ибо никогда животное не узнает, что такое умереть. И знание того, что такое смерть и ужас ее, это одно из первых приобретений, которые человек делает, отдаляясь от животного состояния. И такое рассуждение, совершенно такая попытка сконструировать естественного человека совершенно естественным, опять же, образом, руководит вопросу о языке в естественном состоянии. Он предлагает нам обратить внимание на том, насколько многому из наших познаний, а на самом деле всему, мы обязаны языку. Он радостно повторяет этот популярный тезис, тезис Кадильяка о невозможности мышления без языка, и с помощью него, соответственно, наносит удар по основе конструктуалистских теорий. Философы гиперинтеллектуализировали естественное состояние. Человек в лоне природы не может рассуждать так сложно, как они полагали, либо он вообще не может рассуждать. И за демонстрацию этого положения в принципе Руссо хвалит Кадильяка, но при этом полагает, что Кадильяк оказался недостаточно радикальным. Он действительно следует Кадильяку долгое время своего осуждения, но в какой-то момент говорит, что проблема Кадильяка заключается в том, что он предположил наличие этой первобытной семьи, в которой находятся люди. И таким образом он совершил ошибку. Руссо пишет. Я вполне мог бы сказать, как многие другие, что люди разделись в домашних сношениях между отцами, матерями и детьми. Но это значило бы совершить ошибку, которую совершают все, размышляя в естественном состоянии, переносить на него понятия, взятые в общество. Видят всегда семью, соединенной в одном и том же жилище и ее членов, сохраняющих между собой союз, столь же тесный и столь же постоянный, каким он является у нас. Их объединяет столько общих интересов. Между тем, в этом первобытном состоянии не было ни домов, ни хижин, никакого бы то ни было рода собственности. И поэтому каждый располагался как и где придется. Часто только на одну ночь. И естественный человек в этой модели Руссо не является осенным возделителем земли, возращивающим потомство. У него не может возникнуть потребность для образования языка, потому что он не сидит на месте, он не образовывает семью, он бегает просто по лесу, что-то собирает, на кого-то нападает. Мы и правда можем сказать, да, вслед за Кобсом, что этот человек находится в состоянии войны, но Руссо едко замечает, что повсюду действительно было состояние войны, и по всей земле был мир, потому что этим людям было не за что воевать. Их столкновения могли быть только случайными. Ничто их вместе не удерживало. Поэтому Руссо говорит, что если мы стартуем с вот такого естественного состояния, которое он полагает состоянием наиболбейшей из природы, мы не можем показать, каким образом с необходимостью этих людей должен был возникнуть язык, потому что они не могут начать общаться. В публикованном посмертной эссе о происхождении языка он развивает это предположение, указывая, что только рука приведения как-то могла подталкивать людей к объединению. Или, что в принципе почти то же самое в данном случае, случайность природы. источники воды, пожары, наводнения, дикие животные засухи, вот что могло объединить, какие-то катаклизмы, вот что могло объединить людей, а не заложенная в их природу мифическая тяга друг к другу, тяга к совместной жизни. И именно какие-то такие невзгоды сплачивали людей и подталкивали к тому, чтобы покинуть одинокую и спокойную жизнь и связать себя здесь Руссо как обычно рабством, работой, не ничтожеством, присущим общественным состоянием. А нас сейчас не интересует критика цивилизации, нас интересуют другие следствия из аргумента Руссо. Я вот уже заканчиваю, просто скажу, что из этого следует для того, для той дискуссии, которую мы обсуждали. Мы начали с тезиса Лока о необходимости знаков для абстрактного мышления. Мы увидели, как Кандильяк радикализирует этот тезис для того, что мыслить и значит оперировать знаками. Дальше мы увидели, каким образом Кандильяк вводит проблему происхождения языков, что было раньше, мышление или языки. И весь проект анализа познавательных способностей, о котором занимается Кандильяк, действительно выстраивается вокруг идеи, что если мы узнаем, каким образом мы приобретаем наше познание, мы избавимся от методических нелепостей, которыми полна философия. Иными словами, нам, нашему, нашей эпистемологии, если угодно, очень важно уметь показать начало и естественный ход наших познаний. Это то, чем мы хотим заниматься, и то, что мы полагаем должно быть предпослано всем остальным теоретическим изысканием. Наша программа довольно сильно зависит от тезиса, который Юм сформулировал, как человечество всегда одно и то же во все времена и во всех местах. И, конечно, в ресторане этого человечества находятся интеллектуальные и языковые способности, пускай менее развитые у дикарей, чем у населения Европы. Язык и разум это, в принципе, часть нашей природы, без них мы не можем реализовать себя как божественные творения. И развитие от простого к сложному описанием, которого так увлеченно занимались философы XVIII века, предполагает логику развития задатков, уже заложенных в нас. Поэтому Кадильяк тоже сам пишет в своей грамматике часть этого курса для принц-пармы, что мышление, взятое в общем, одинаково у всех людей. У всех оно одинаковым образом происходит из ощущений и естественным образом разбирается. И Руссо в данном случае критикует не только теории государства, но и такую эпистемологию. Если нельзя показать, как природный человек мог естественным образом, без помощи проведения и случайностей природы, идти к формированию языка, это значит, что язык не является частью его природы. Он является побочным приобретением, говорит Руссо. Кандельяк, конечно, была возможность возразить Руссо, на что он ответил, что его, в смысле Кандельяка, интересует только то, как человек мог бы создать язык. Но это возражение выглядит валидно до той поры, пока мы не обратим внимание на то, что сам проект по такой реконструкции предполагает необходимость того, что наше нынешнее состояние является результатом необходимого естественного развития наших задач. Стоит только поставить под сомнение этот тезис, и мы тут же потеряем ориентир и определение того, что для нас естественно. И сила, на самом деле, скорее риторическая сила реконструкции Руссо заключается в том, что он показал такое естественное состояние, в чем совершенно в духе, то есть, похоже на то, как это делали все остальные, то есть, в принципе, используя те же самые ресурсы. Такое состояние из которого нет никакой необходимости выходить. То есть, для Руссо очень важно, что человек мог бы счастливо жить вне общества, не сформировав государство и не изобретя языков. И последователи Руссо, например, такие как Монбаддо, делали особый акцент на том, что язык это человеческое изобретение, не задуманное творцом. Руссо так не говорит, но некоторые люди и таким образом читали, в смысле, не сейчас читают, а тогда читали его тезис. И позиция Руссо предполагает, анализис, генезис и явление в принципе не может быть статичным, антиисторичным и изолированным от остальных областей. Путь от естественного состояния, что языка, что общество, что мысли, предполагает преобразование самой природы. Руссо действительно высоко ценит замечание Кандельяка о том, что инстинкт замещается нашими какими-то символическими активностями. Но Руссо полагает, что Кандельяк не делает всех выводов, а именно, что Кандельяк не замечает, что мы не остаемся такими, какими предположительно были в лоне природы. И кроме того, критика Руссо, причем изнутри всего этого эпистемиологического фреймворка, показывает, что анализ мышления в отрыве от анализа языка и общества это изначально очень ограниченная и вероятно бесперфективная задача. И как мы видели, происхождение мышления общества языка это, по-видимому, если Руссо прав, а Руссо не звучал сильно неправым для его современника, один процесс. И трактат о разуме, если Руссо прав, должен быть одновременно трактат о языке и об обществе. На этом я хочу закончить. Скажу только, что философы просвещения были чувствительны не ко всем аспектам руссоистской критики. И в отличие, например, от романтик, для которых то, что я говорю, уже скорее звучало как вполне очевидные вещи. И было бы действительно наивно полагать, что Руссо был причиной, главной причиной, изменившей интеллектуальной климат. Скорее, и я пытался, не знаю, насколько успешно это показать, фигура Руссо интересна как фигура человека, показывающего ресурсами просвещенческого дискурса, а его, в смысле этого дискурса, собственные ограничения и проблемные места. И в принципе, по моим восприятиям это вообще главное качество Руссо и Руссо-философа и Руссо-писателя переворачивать привычные для своего времени, формы выражения и способа говорить. По большому счету, то, что Руссо здесь делает с естественным состоянием, с помощью дискуссии о происхождении языка, это пример того, что он в принципе делает и немножко в других амплуа. Но на этом я бы хотел закончить свое выступление. Спасибо большое за внимание. Сейчас я только открою окно, чтобы был свет и могу отвечать на вопросы, если они есть. спасибо огромное за доклад, за выступление. Я, наверное, на правах модератора задам первый вопрос, а потом просто по поднятой руке в зуме все как всегда. Вот. Да, было очень интересно. Я хотел спросить вот о чем. Меня интересуют две вещи. Первая вещь статус этих криков, вот этих возгласов, которые являются естественными для всех авторов, о которых мы сегодня слушали. Да, то есть никто не сомневается, что какие-то возгласы, какими-то возгласами природа нас таки наградила для того, чтобы мы выражали боль, удовольствие и прочее. Да, вот в картине, которую нам рисует Кандельяк, в этом теологическом мифе про людей в пустыне, из них рождается язык. Наверное, такой вопрос двойственный несколько. Во-первых, есть ли какая-то у этих авторов более подробная концептуализация того, откуда вообще эти крики. То есть просто фраза «ну, мать природа нас именно градила» это нормально, если мы говорим там про руки, ноги, но возгласы это что-то другое. Это первое. И второе, да, собственно говоря, почему да, почему настолько сильно вот это убеждение в том, что возгласы это могут быть врожденными, но уж точно не язык. Да, вот то, о чем ты говорил, про естественный язык, о котором никто не думает. Это первый, ну да, это вот такой первый вопрос, был бы очень благодарен. За ответ. Да, спасибо за вопрос. По поводу возгласов, какой у них статус, ну, они действительно даны нам примерно как руки и ноги, и они являются следствием, ну, как бы сейчас мы сказали, ну, ладно, не будем говорить, как бы мы сейчас сказали, они просто являются следствием устройства наших органов. То есть человек так устроен, как, кстати, устроены многие животные, что, ну, например, если тыкнуть в него палкой, он дернется и закричит от боли. Соответственно, эти крики, они являются, то есть они таким образом интерпретируются. Кадельяк прямо пишет, что они являются следствиями организации наших органов. То есть наши органы так устроены, что вот эти крики мы производим. Более глубокое замечание можно было бы сделать, если бы просто смотреть на глобальный фреймворк, которым люди размышляют о человеке и на то, что очень важно уметь отличать животных от людей. И вот как раз вот эти крики или возгласы это то, что объединяет нас с животными. То есть это тот язык, которым наделил творец и нас, и многих животных. И, соответственно, с этого удобно стартовать. То есть это как бы наша стартовая позиция, и мы, и животные наделены вот этой способностью производить звуки в определенных обстоятельствах. И дальше отсюда легко нам управляет инстинкт, и дальше отсюда легко стартовать. Яркий пример, помимо этих философских трактатов, например, можно увидеть того, как это люди представляли себе рабочим в этой басне о пчелах Мандевири. Вот. Соответственно, почему люди были уверены, что можно изобрести, что эти звуки естественно языки нет, потому что для языка важна произвольность. То есть это немножко другой сюжет. Вопрос естественного языка, теория естественного языка, это теория о том, что чуть ли не единственным ее сторонником в 18 веке был Лейбинец, это очень ограниченный флот. Это теория о том, что вот наши слова, они функционируют как вот эти естественные крики. То есть что у нас на самом деле есть, все задатки нашего языка сводятся к тому, что у звуков есть какое-то значение. И мы можем декодировать наши языки до значения этих звуков. Вот. Никто из наших авторов, о которых я говорил, в принципе не готов даже приводить никакие аргументы против теории искусственного языка просто потому, что она на какое-то время пропала с радаров. То есть они не готовы даже с ней спорить, они не рассматривают эту позицию. Язык, если он язык, то он является произвольным установлением связи, символов и того, что они обозначают. И эта произвольность, она настолько является общим местом, что Беркли даже божественный язык, то есть язык, которым Бог наделил наши ощущения, тоже называет искусственным или произвольным, просто потому, что нет естественной, то есть каузальной или квазикаузальной связи между значением и означаемым. Мы не можем посмотреть на означаемое и дедуцировать оттуда значение как причину. Соответственно, вот почему естественный язык не мог быть так же врожден, как искусственный. Потому что это было бы просто противоречием в самом... Почему искусственный язык не мог бы быть врожден так же, как эти крихи, потому что если он язык, то он искусственный. И, соответственно, вопрос, как он был приобретен, раз он искусственный, а не как он был врожден. Это надеюсь, я вообще-то вообще внятно изъясняюсь. В общем, это та опция, которая просто не рассматривается. Если нечто произвольное, то оно не может быть естественным. Да, спасибо огромное. Все понятно, да. Да, друзья, вопросы у кого-нибудь? Ну, хорошо, тогда я пока задам еще один вопрос, коли уж он у меня есть, но если у кого-то будет вопрос, то задавайте. Вот, и следующий вопрос, наверное, он к концу доклада, он к этому сюжету с Руссо, и с тем, что вот, как ты сказал, что тебе кажется, что главное, короче, главный его концептуальный ход, я выражусь таким термином, да, это взять, по сути, инструментарий, ходы, какие-то средства, да, способы говорить философии просвещения, ну, дискурс, короче, философии просвещения, говоря одним словом, и обратить его против него же, да, то есть выстроить из этого что-то противоположное, да, скажем так, превратить, короче говоря, просвещенческий дискурс в антипросвещенческие его же средства. И вот тогда у меня такой вопрос, да, и ты сказал, что это и в его литературном творчестве проявляется, и в философском творчестве, да, и тогда у меня вот такой вопрос. Ну, и можно еще, кстати, пошутить, что, наверное, можно еще в жизненном творчестве, потому что Руссо был не очень хорошим человеком, как бы, да, пытался со всеми дружить, как просвещенческий джентльмен, ничего из этого никогда не получалось, можно ли в этом его сравнить с целой, или поставить во главу, да, сделать первым целое плеядье авторов, которая расцвела ближе к концу восемнадцатого столетия, да, это такие авторы, как Якоби какой-нибудь, наверное, вот, это, ну, моя личная точка зрения, я об этом говорил пару раз, это Десад, конечно же, ярчайший представитель, вот, который, очевидно, Руссо очень хорошо знал, вот, и даже другие люди, ну, Деместр какой-нибудь, опять же, сюда же можно его отнести, вот, которые, вот, занимались крайне сложными вещами, можно ли его назвать вдохновителем таких проектов, или это просто, так сказать, первая струйка воздуха, подувшая, вот, в этот дискурс, которая потом раздулась до полноценного такого потока ветра, не знаю. я, на самом деле, не знаю, то есть, записать в группу, ну, в принципе, ничего, ничто не мешает записать в эту группу Руссо, мне кажется, Исайя Берлин так делал множество раз, кто у него главный антипросвещец, Руссо, Деместер, Бёрд, Гамон еще, Гамон. Во, Гамон. Вот. С другой стороны, был ли Руссо вдохновителем для Якоби, или для Деместера и Десады, я просто не знаю, был ли он вдохновителем для Якоби, я, в принципе, тоже не знаю, просто это это же вопрос факта, мне не приходит в голову никакое объяснение взаимодействия Руссо и Якоби, но что здесь будто более перспективно, это говорить о том, что Руссо же влиял не только если говорить влияние Руссо, я, в принципе, очень не люблю говорить о влиянии, но одно из вещей, которые наиболее высоко подсоединились в Руссо в конце XVIII века, это было именно изменение представления о том, кто такой философ. и Руссо действительно во многом предлагает новый образ, новый образ философа, не знаю, читали ли вы текст прогулки одинокого странника. Так обычно не звучат философы XVIII века. Можете вспомнить начало Эмиля, не Эмиля, а Жули, где Руссо отчетливо противопоставляет своих ребятишек той академической братией, которая о чем-то рассуждает, но действительно не касается до содержания. И в принципе образ Руссо, насколько я знаю историю романтической философии, образ именно философа Руссо или философу Руссо, он был очень востребован в конце XVIII в начале XIX века. Но так, чтобы те сюжеты, о которых я сейчас говорил, я не уверен. На самом деле я не уверен отчасти потому, что многие немцы уже потом были знакомы с этими сюжетами по Гердеру, а Гердер, он никогда не славился рекностью изложения позиций своих оппонентов. Поэтому я просто не знаю. Это уже не моя территория. Я понял. огромное спасибо. У кого-то появились вопросы? Давайте я пару слов тоже задам. Максим, спасибо большое. Если не вдаваться в конкретику, в частные примеры, так или иначе, представления о языке, а вот с вашей точки зрения вообще общая тенденция и у Кандильяка, и у Руссо, и вообще тенденция вот этого 18 века, когда затевается разговор о языке, в чем ее вот сверхзадача? Является ли сверхзадачей, скажем, наоборот, как вы сейчас с Данилой говорили, как бы антипросвещенческий какой-то импульс, скажем, десемитизации, да, говоря о знаках, о языке, какая-то сверхцель вернуться назад к природе, вернуться назад к вещам, как бы убрать вот эту языковую загруженность, которая имеет еще очень много негативных вещей, да, там, ну, по крайней мере, Руссо об этом высказывается, или все-таки какая-то лингвистическая здесь задача, задача, скажем, дать определение языку как некой конвенции, да, как некоторому, как некой форме, так сказать, условности, ну вот, вот хотелось бы понять вашу тенденцию изложения этого материала, то есть, ради чего вообще 18 век ну, актуализирует эту тему, да, делает ее такой предельно важной, либо мышление, наоборот, либо это еще один способ разговора о природе мышления, а не о природе языка, ну вот, если можно, да, несколько слов об этом. да, спасибо. На мой взгляд, есть, на самом деле, две тенденции, и они немножко, то есть, они связаны, но они немножко в разные направления направлены. Первая тенденция, это борьба с языком, ну, то есть, со злоупотреблениями словами. Вообще, все это выражение злоупотребления словами, это одно из самых ключевых понятий лидивом литературы 17-го и 18-го века. Лог больше всего беспокоен злоупотреблением словами, потом, даже многие радикальные программы, вплоть до революции, они полагают, что вот сейчас мы победим злоупотребление словами, и люди, там, начнут правильно мыслить, правильно видеть, и так далее. То есть, и это взгляд на язык, как на, ну, как на некоторую вуаль, между вещами и нами, и нашими мыслями, и, соответственно, нужно как-то эту вуаль распутывать. То есть, нужно предлагать теории, которые смогут объяснить, а как же нам выйти из лабиринтов каких-то ссылок, неопределенностей. Понятно, что с этой точки зрения люди очень хотят уметь объяснить, как слова получают свое значение. Это первая тенденция, то есть, негативная. Ну, а позитивная тенденция, она отчасти связана, это еще не закончим, еще не погибшая мечта о том, что мы можем сделать правильный, универсальный язык, на котором сможем выражать наши мысли без проблем, без путаницы традиционной. и эти проекты были популярны в 17 веке, в 18 веке осталось несколько его протагонистов, но тот же самый Кадильяк в последнем тексте в языке исчисления, он пытается показать, что алгебра является примером этого идеального языка, и мы бы хотели, чтобы все остальные наши языки тоже были больше похожи на алгебру. То есть, это, как мне кажется, две главные тенденции, которые здесь управляются этим. Но вместе с тем есть еще и третье, это просто появляющийся все больше и больше такой уже вполне антропологический интерес. У нас есть множество разных языков, нам нужно объяснять их различия, павелонский миф нас уже не удовлетворяет, получаются всякие забавные дискуссии, какой язык совершеннее на основании анализа порядка слов. Мы пытаемся просто объяснить языковое разнообразие, опять же, невероятно популярное рассуждение о китайском языке, об иероглифах, которые кажутся совсем другим подходом, неалфавитным подходом к языку, который людей, в том числе, русов, вдохновляет. Но это такие антропологические изыскания, они долгое время являются фоновыми, до, наверное, начала 19 века, когда люди начинают уже всерьез пытаться предлагать масштабное объяснение. А так вот две эти тенденции. Злоупотребление словами и идеальный язык. Я бы так выделил. Я вот, если можно, уточнить злоупотребление словами, если актуализировать это высказывание, не идет ли речь об идеологизации языка? То есть, что язык это средство манипуляции, которое так или иначе связано с политическими, практиками, поскольку все они так или иначе для них было это очень важно. Выйти, как вы говорите, на правильный язык или там у Руссо, по-моему, о речи, идет речь, речь идет о речи, где речь определяет форму управления в том числе. Вот не в этом ли в смысле вы говорите сейчас о злоупотреблении словами? Или это уже какое-то клише, которое появляется в голове невольно современной, современного услышания? Ну, это в том числе, то есть злоупотребление словами есть такое безобидное, какие-то метафизики изобрели себе понятие субстанции. Локс таким основным имеет дело. Ну и, конечно, к концу века, чем ближе к революции, тем более радикальные всякие деятели, мыслители начинают говорить о том, что фактически о том, что вот есть идеология, с ней нужно каким-то образом бороться. И в этом плане злоупотребление словами постепенно становится действительно политическим, частью словаря политической критики государства. Ранние лозунги французской революции, лозунги, которые звучали в конвенте, часто включали в себя эту фразу, нам нужно изменить не только и нисколько даже общественный уклад, сколько то, как люди думают, то, как люди, ну, соответственно, то, как люди говорят. Поэтому для уже радикальных революционеров это вполне злоупотребление словами это уже про вот это, действительно, про какие-то идеологические моменты, про то, что нужно правильно говорить. Ну, то есть, или неправильно не говорить. Просто нужно подозревать язык в том, что нас обманут. спасибо большое. Данил, видимо, ушел. Нет, нет, я никуда не уходил, я здесь. Да, еще две понятых руки, у Кати и у Насти вопрос. Давайте вот с Катей начнем. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос касается фигуры, я, может быть, сильнее расслышу, что ли, не упоминался, Джеймса Бернда, Орда Монбадо, которого многие считают начинателем и сравнительной лингвистики, и такой, типа, передтечей, возможно, дарвиновской теории эволюции, как того автора, который в XVIII веке уже пишет там кучу томов про теорию происхождения языка, в рамках которой он рассматривает, с одной стороны, как бы, гипотезу возможной эволюции человека, в принципе, от каких-то животных, обезьян, возможно, а с другой стороны, я не очень подробно это все представляю так в общих чертах, да, как бы попытку проследить некоторую доступную историю лингвистики, и там Монобадо кто-то называет даже антропологом, кто-то говорит, что он пытался рептуализировать, значит, теорию скифского протоязыка, которая была там с XVII века, вот его, в принципе, вот эти работы, которые, ну, лингвисты сравнительно считают своим партнером, вот эти наши персонажи, они были с ними знакомы, ну, я имею в виду, конечно, Руссо, наверное, в первую очередь, у него явно могли быть какие-то шансы с ним познакомиться, я боюсь, что Руссо не мог, то есть, было совсем наоборот, то есть, Монобадо был знаком с Руссо, вот, и в этой своей большом тексте о происхождении и прогрессии языков, типа языков, языка, да, он даже Руссо цитирует, насколько я помню, сам Руссо, мне неизвестно, чтобы он его читал, потому что все эти тексты выходили уже в 70-е годы, вот, а Руссо, если мне не изменяет память, умер-то в, сейчас, в каком году умер? 188, я посмотрел, вот, то есть Руссо, Руссо просто, 78-й год, да, Руссо мог не дожить до публикации этих текстов, например, мне ничего не известно о том, что он взаимодействовал с этими вещами, но, насколько я понимаю, для самого Монбадо Руссо является важной фигурой, на которую он отчасти опирается, и, в принципе, у Руссо есть этот, как это правильно назвать, но есть это настроение, которое очень высоко преподносит, там, Левистрос и Деридан, например, когда о нем пишут, это действительно идея релятивизма, у Руссо есть много всяких едких фраз о том, что вот, люди, мы европейцы, переносим нашу европейское пациентам как должно на всех остальных, а в то время, как с чего мы взяли, что мы счастливее или лучше, ну и так далее, всякие эти вещи, поэтому Руссо или Левистрос в своей лекции о Руссо это подчеркивает, что Руссо первый-первый настоящий антрополог. Вот, и Деридан об этом пишет, но мне просто неизвестно, неизвестно, взаимодействовали Руссо с Монбадо, более того, Руссо чем дальше, тем меньше писал философских текстов, то есть это все философские тексты Руссо, это ранние тексты Руссо, поздний Руссо пишет такие более художественные, более художественные вещи, действительно не дает, ему кажется, что везде преследователи, которые желают ему зла. Но я просто не особо касаюсь в принципе в своей работе вещей вроде, ну то есть людей вроде Монбадо, просто потому, что они уже принадлежат к следующей, уже к следующему просто периоду, они уже, несмотря на то, что они начинают писать сейчас, все главные свои вещи они пишут уже в 19 веке, то есть так-то мы можем говорить и а, да, значит они выходят еще. Да, Монбадо формально подходит под автором 18 века очень даже, он успел умереть. А, ну да, ну хорошо. В общем, в любом случае мне, я как бы действительно не знаю, читал ли Руссо, вот, но он Руссо читал. Спасибо. Да, спасибо огромное, и вот у Насти еще подсадили вопрос. Да, а скажите, слышно меня? А то у меня что-то зависало. Да, 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 все супер, все супер. Да, Максим, спасибо большое за доклад, я хотела просто небольшой уточняющий такой вопрос задать по поводу Руссо и Кодильяка. Правильно ли я поняла, что в целом оба одинаково объясняют сам механизм происхождения языка, как просто такой вот переход из, ну, условно, пассивности производства вот этих каких-то звуков животных в такую активную произвольность, а разница скорее в том, что, ну, условно, в происхождении общества скорее, и задаются ли кто-то из них вопросом, как человек, допустим, если у него не было там ни мышления, ни возможности сознания до такого вот активного языка, вообще опознал, ну, условно говоря, другого человека, как того, с кем можно вступить в такое взаимодействие. Получается, что у Руссо происходит некоторая поломка как бы, да, в человеке в связи с какой-то катастрофой, катаклизмом, и он вот вынужден вступить в коммуникацию с другими, но получается, что у него тогда какое-то вышление предшествует этой коммуникации с другими, раз он в себе так это, ну, как-то подошел к этому акту того, что нужно с другими построить какую-то коллаборацию, чтобы преодолеть вот эти условия сложные, так скажем, а у Кандирьяка получается, что ну, просто вот шло и шло по накатам, и человек уже был в обществе, и просто как-то путем такой вот мирной естественной эволюции начал вдруг сложнее объясняться. Я не знаю, удалось ли мне сформулировать этот вопрос нормально, вот, но, наверное, основное, да, это то, как, объясняют ли они как-то, как произошел вот сам этот момент, когда человек своего другого опознал как того, с кем можно вообще вот как-то заговорить, помимо этих звуков. Да, спасибо за вопрос, вопрос понятный, для Кандирьяка действительно не проблема, потому что они живут вместе уже, вот, изначально. А для Руссо, Руссо в эти моменты обычно говорит, что, видите, какие трудности, очевидно, что, в общем, никак неестественным образом это не могло произойти. Но и вовсе эта теория, у нее, на самом деле, есть несколько попыток как-то объяснить, как так могло получиться, что люди начали говорить, и одна из них действительно сводится к попытке показать, что, ну, вот, смотрите, люди ходили к водопою, и вот был он один, и они встречались. Вот это как-то заставляло их взаимодействовать. Но, в принципе, у Руссо отсутствует механизм, который объясняет, как это происходит естественными причинами, и Руссо вполне удовлетворен этим. А так, да, общий взгляд на то, как язык появляется и для Руссо, и для Кандирьяка, в принципе, это одна и та же модель. Там есть разные детали, например, для Кандирьяка первым языком был язык именно жестов. То есть, в этом смысле танец, это была первая попытка начать людей говорить друг с другом уже более-менее свободно. И жестов просто потому, что Кандирьяк полагал, что речевой аппарат был еще очень груб, это еще было очень сложно, а жест выразительный. То есть, если ты хочешь, чтобы тебе подали предмет, на него показываешь. с Руссо немножко по-другому в какой-то момент начинает говорить, что язык это язык страстей, нам нужно как-то выражать свои страсти, но, естественно, для этого нужен другой, как мы его узнаем. Руссо как будто бы не особо задается этим вопросом. То есть, ему достаточно, что его оппоненты не могут показать, как это происходит естественным путем. А тогда действительно есть проблема, как человек отличает своего сородича от волка или еще от кого-то. Но Руссо не готов как будто давать никаких определенных ответов на этот вопрос. Он, может быть, и проблемы не чувствует на самом деле. Спасибо. Просто вот как раз вот эта история, где у водопоя встречаются два человека там периодически, она же очень как будто бы ничем не отличается от истории, которая у Кадильяка происходит. Ну, то есть, они просто живут вместе у водопада. Но у Кадильяка как бы они живут вместе в том смысле, что они действительно живут вместе и их ничто, у них есть какая-то локация фактически, где они живут и вместе какие-то вещи делают. То есть, они на самом деле занимаются совместным трудом, как бы сказали. А, ну просто молча, да? Да. И они постепенно, поскольку им что-то нужно друг от друга, они начинают учиться. А в случае Руссо, это действительно нужно, чтобы что-то согнало людей. Ведь этот первобытый человек Руссо, это такой немножко цирринянский человек, который вот, он один принципиально. Поэтому они должны были как-то собраться у водопоя, не подраться и потом не разбежаться. Руссо не понимает, как это происходит, ну, из-за того, как он сконструировал это естественное состояние. Понятно, спасибо. Друзья, я не знаю, у нас, наверное, больших вопросов нет. Вот. Давайте. Ну и время уже подходит к концу. Вот. Если так, то давайте еще раз поблагодарим Максима за прекрасный доклад. Вот. Огромное спасибо. И да, спасибо огромное. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!